Ну, давай тогда к конкретному матчу. Ты согласен, что сейчас вот в этом сериале очень интересном, увлекательном, на главных ролях, вот если мы говорим конкретно о классике, а не в целом о футболе команд Роналда Рауха и Венисиус. То есть в каждом классике они так или иначе влияют на общий рисунок. Да, я и Славу сегодня Палагину успел почитать, который написал, что они поменялись ролями, и Венисиус оборонялся против Рауха в последнем матче. Ну, на самом деле, это просто так получается, и в этом есть что-то попсовое, в том, что мы ищем вот такую одну дуэль, через которую мы все рассматриваем, то есть весь матч. Но, с другой стороны, действительно так, и потому что Реал и Анчелотти это не скрывает. Он на лучшие качества Венисиуса заточен. Даже в этом сезоне, когда они стали разнообразнее играть и не всегда на контратаках и больше прессинговать, все равно от лучших качеств Венисиуса отталкиваются. Вот я, например, в этом сезоне видели отрезки целые, когда Реал был без Бензима, но мы не видели отрезков, когда Реал был без Венисиуса. То есть иногда его оставляли просто отдыхать, но он играет всегда так или иначе. То есть сейчас это главная фигура в Реале. Да, раскрученная, да, есть другие герои, может быть, не такие яркие. Вот так получается. А Араухо один из лучших защитников в мире. И, кстати, может быть, вот именно это качество подсветилось именно благодаря тому, что он эти классики сыграл против Венисиуса. То есть раньше говорили, что он хороший защитник, а здесь это помогло, чтобы его заметили, ну, вообще все. Ну, я согласен. Хотя мне кажется, все-таки описывать это как Раухо против Венисиуса, это мало. То, что Хави против Анчелоти чуть не менее важно. Ну, все-таки еще один вопрос по этой дуэли. Я, в принципе, согласен, что в целом матчи так описывать не совсем корректно. Но если некоторые матчи можно сводить к одной дуэли, то тут она действительно часто влияет. Иногда прямо, иногда по цепочке на все остальное. Тебе не кажется, что во всех предыдущих сериях явным победителем выходил Араухо? В этот раз явного победителя не было? Или, может быть, даже Венисиус чуть больше урона нанес? Да, кажется. И более того, вот когда гол забивали первый, ну, то есть Араухо сам себе его забил. Вот до этого, как мне показалось, вот как я увидел, было два подряд эпизода, когда игроки Реала, они старались вот своими перемещениями сделать так, чтобы не было этой дуэли. Что они у Араухо как будто уводили в центр или оставляли его против другого игрока. И у Венисиус получал, ну, не то, чтобы больше свободы, Араухо все равно его пытался закрывать. Но он получал лишние секунды две. И мы знаем, что Венисиусу этого бывает достаточно. То есть, и вот благодаря этому, благодаря тому, что они подстраиваются уже, команда, вот эту дуэль, Венисиус действительно, ну, он прибавляет. Он умный игрок. И команда умная. То есть, и Анчелотти умный. Они понимают, что они должны конкретно делать. Но если Араухо в такой монструозной форме, и если у него есть персонально вот эта вот ориентировка играть по Венисиусу, они должны Венисиуса освобождать. Кстати, вот и даже в матче, проигранном в Кубке Короля, где у Реала, ну, почти не было моментов. Один как раз удар Венисиуса. Такой псевдо-удар, когда пришлось даже в Ротариус играть. Вот и тогда во втором тайме они пытались, как мне показалось, разгружать этот сланд, насыщать его точнее, чтобы Араухо было сложнее. То есть, мы еще увидим в этом сезоне, что будут делать они. Но я думаю, что вот и команда под это подстраивается.